Всем привет! Сегодня мы поговорим о нашем чемпионате, который прошел в Финляндии, в Хельсинки, в Месу-Кескус, в рамках выставки I Love Me. В этой серии Каллиста Бэкстейдж мы побываем на первом международном чемпионате Higher and Nile Finland, которое прошло в крупнейшем выставочном центре Финляндии Месу-Кескус, в рамках выставки I Love Me. Организаторы и участники расскажут о том, как все прошло. Подготовка к чемпионату велась, наверное, больше восьми месяцев. Подготовка к чемпионату началась, на самом деле, еще в 2018 году, в декабре месяце, когда мы подписали договор с выставочным центром о том, что они дают нам площадку конкурсную. В первый раз вообще все сложно, начиная от перевода и заканчивая собрать, пригласить людей. И, конечно, самый большой интенсив достался на последних два месяца, когда мы уже не могли ни спать, ни есть, и было очень много мелочей, надо было продумать все досконально. Наша задача была еще в том, состояла, чтобы все были довольны, чтобы всем понравилось, чтобы хотелось вернуться к нам. Для первого раза мы, конечно, старались особо не выделяться, сделать максимально хорошо в рамках международного чемпионата. Для нас самым сложным было, наверное, продумать регламент. Так как мы прописывали все еще на трех языках, нам надо было заниматься переводами, и чтобы все языки, они дублировались одинаково, без ошибок, и грамматических в том числе. Так как не мы этим занимались, это занимались другие люди, и надо было все контролировать, перепроверять много раз. Это было для нас, наверное, самым сложным. Было достаточно много участников. В общей сложности в ногтевой секции было около 116 номинаций. К нам физически приехали на место участники из Эстонии, из России. Также заочные работы присылали из Италии, из Чехии. И очень хорошие, достойные работы. Участники остались очень довольны. И, конечно, всегда в конкурсе есть несколько, кто не очень доволен. Но мы будем рады, если они нам отзывы напишут, и тогда мы все замечания учтем и постараемся в следующем году сделать, учитывая эти замечания, что-то лучше. Чемпионат по ногтям проводился в Финляндии очень много лет. Занимался другой организатором. Вот мы просто предложили свою идею, во-первых, объединить парикмахеров с ногтевиками, потому что это интереснее, это больше народу, это возможность приезжать командам с других стран. То есть это немножко другой формат, в принципе. Такого формата, я думаю, что в Финляндии еще не было. У нас был чемпионат совместно с Nile Cup, и все вместе участников у нас, наверное, было 11 стран. У нас участвовали из Германии, из Италии, из Польши. Наши ребята из Финляндии очень хорошо выступили. То есть все было супер. Первое командное место у нас, мы очень рады, получила Финляндия. И, наверное, взяли не количеством, а качеством, потому что у наших мастеров было много призовых мест, первых мест. И второе место командное у нас заняла Италия. Уважаемые мастера, у вас осталась одна минута. Наши мастера, они реально готовились. У нас было проведено много мероприятий и обучений. Это по стрижкам, по колорированию, по прическам, свадебным, вечерним. К нам приезжали мастера из разных стран, готовили мастеров. И эти победы, они не просто так, потому что была проведена большая работа. Здравствуй, Алина. Мы приехали из Польши. Мы очень часто бываем на разного типа подобных мероприятиях. Первый раз собрать 11 стран – это просто мега-успех. Вы молодцы. Я выступала в номинации «Салон лук» женщины. В моей номинации было 6 соперников. У меня грандиозные впечатления. Я получила первое место, и достаточно достойная борьба была. Было все очень волнительно. Я не так часто заступаю в конкурсах, поэтому я очень рада, что я получила первое место. Да, я довольна своим результатом. Довольна, что я стала чемпионом юниоров. Но, конечно, есть к чему стремиться. В принципе, как бы мы и учимся, и развиваемся, и повышаем свою квалификацию для того, чтобы быть лучшими, для того, чтобы радовать наших клиентов. А победы, они, конечно, неожиданные, приятные. Это для меня такое вдохновение. То есть я прихожу на работу уже с более эмоциональной. Мне хочется еще чего-то больше сделать. И, конечно, не хочется останавливаться. Хочется съездить на мир, получить чемпион мира. Ну, на самом деле, ничего не стоит на месте. Все развивается. Наша индустрия развивается очень быстро. На самом деле, иногда даже прям обидно, когда выходят какие-то новинки на рынок. Ты понимаешь, что эти новинки были уже лет 15 назад. Но, на самом деле, все очень хорошо. И это видно было по работам на чемпионате. О том, что люди рисуют, не только приходят и красят однотонное покрытие, просят на ногти. Женщины наши нет. Они хотят какие-то дизайны, они хотят нейл-арт. Это здорово. В чемпионате мне понравилась организация. Она была на высшем уровне. Понравилась поддержка нашей команды, наших участников. Понравилось внутреннее переживание за выполненную работу. Так как это было в первый раз для меня, это были новые ощущения. Очень много зрителей было, и так же, как и простые зрители. Их привлекали происходящее, что у нас на площадке происходит данный момент. Так же я знаю, что приезжали школы из Котки и Стадинаммати. Рассказы, как ты можешь лечить сейчас, что здесь первая разница, что вы думаете на «Hair Cup Finland»? В этом году в Мессу-месу. В Мессу-месу-месу. Это помогает мне. Каковы впечатления о сегодняшнем дне? Хорошее впечатление. Мне очень нравится эта атмосфера. Тут многие люди из разных стран приехали в Финляндию. Я очень рад вот здесь. В следующем мероприятии был Elia Leino. Кого кукки и достаточно знаменитый финский ноктивой блогер. Elia Leino, скажи мне, что вам понравилось, что вам понравилось? Тэн päivän tunnelма on erittäin hyvä. Meillä on tietenkin tiukka aikataulu, niin kuin kaikissa muissakin kilpailuissa. Meillä on hirveästi kävijöitä täällä ollakseen perjantai. Siitä mä oon tosi yllättynyt. Tosi kiva nähdä, että ihmiset on selkeästi kiinnostuneita myöskin. Kyllä. Täällä on ollut paljon väkeä, mikä on ollut erittäin mahtavaa. Onko vielä kuinka monta osakilpaulua jäljellä tänään? Meillä taitaa, onko meillä nytten neljäs alkamassa ja sitten sen jälkeen vielä taisi olla kaksi. Muistaakseni. Täällä on kiva tunnelma Messukeskuksella. Täältä terveisiä. Kiitos paljon. Нам, конечно, не хватило времени на шоу, на награждение. Это уже такие другие издержки. Но мы постарались в то маленькое время, которое было у нас, привлечь и показать мастеров, которые приехали к нам гостям. Это Иоанна Цзани из Греции, Анна Зенковская из Польши. Показать наших местных специалистов, мастер Наталья Питкинен, которая делает прекрасные аксессуары. И местные специалисты, как Яри Лака и Бриджита Лака. Игорь Лака. Роктивой сервис развивается очень быстро здесь. Приятно появляются новые лица, кстати, что очень порадовало на чемпионате. В этом году было очень много новых участников. Очень много новых. Это значит, что мы все делаем правильно. Естественно, в Финляндии проходили чемпионаты и проходят. И мы не хотим конкурировать, мы хотим сотрудничать. У нас цель другая. Мы больше ориентированы на открытый чемпионат, привлечь участников из других стран. Это же не только борьба, спорт. Это же общение, это дружба, это контакты, это развитие. То есть они приехали к нам, мы едем к ним. И тем самым Финляндия становится таким местом, где люди могут дружить, приезжать, общаться. Это здорово. Мы, так скажем, сколохнули. Финляндию и нас начали узнавать и начали хотя бы говорить о том, что в Финляндии реально есть хорошие мастера. Сильные, хорошие. Потому что, наверное, может быть лет 6-7 назад еще ходили слухи о том, что в Финляндии никого нет. Мы лучше поедем в Санкт-Петербург или мы поедем в Эстонию. Мастеров вообще нет. И сейчас наша команда, и слава богу, что у нас есть такая команда, мы сколохнули это. И пошел слухи о том, что да, есть хорошая мастера и к нам идут. Отковы были важными. Это был первый событий нашим нашим организаторам. Мы не могли успокоить, но после этого вопросов уже начали. В первую очередь мы провели свою организацию, СИЭМС, и только после того, мы начали думать, что происходят мы можем действительно совершить. У нас была возможность социализовать в МИИ-мессу, мы получили общение к ним, и они отвечали на нашу ответственность. И после хорошей и информации, мы решили решить, что мы можем решить в Мессу-мессу, в Хельсинге. Это очень круто. Сильными соперниками я считала девушек из Эстонии, так как я выступала в прическах. И в стрижках у меня... Я восхищалась работами и русских, и наших девочек. Впечатления всегда только положительные. Конкурсы приносят очень много эмоций, положительных эмоций. Очень вдохновляет. На какой категории участвовали? Свадебная категория была и подиумная. Ну, мне очень понравилось. Я уже как бы второй раз в этом участвую. Очень интересно. Адреналин. Можешь себя попробовать. Тоже разные эмоции. Все это здорово. Я участвовала в двух категориях. Мужская салон-лук и женская салон-лук. Замечательно. Организация замечательная. Все. Мы команда хорошая. Мы все друг друга поддерживали. Мне кажется, что все прекрасно. Вы первый раз участвуете на так... Первый раз в жизни участвую, да. И как у вас впечатления больше как? Замечательные. Вы первый раз участвуете в такой композиции? Нет. Не первый раз участвую. А вы где пораньше? У вас здесь в Хельсинки участвовал тоже. Потом... Ну и по миру много всего участвовал. Отлично. А на какой категории вы сегодня участвовали? Уже в коммерческих категориях. Это салон-лук. Мужской и женский участвовал. А как все прошло? Да, мне очень понравилось. Спасибо большое за организацию, за помощь моделей в самом процессе стрижки, да. И в самой атмосфере мероприятия очень прям радушно. И благо вот все люди, которые здесь принимают участие, только позитивными эмоциями наполняют. Ну да, мне все приходят, поздравляют. Те, кто, например, не знал, что я участвовала, они спрашивают, что за кубки, почему там медали висят, дипломы. Я им говорю, что ну вот был чемпионат, первый чемпионат в Финляндии международный. И я на этом чемпионате заняла первое место. И они такие, так круто, так классно. Вот теперь вот такого парикмахера мы стрижемся, ты такая молодец. Ну это очень приятно. Я считаю, что нужно проводить такие чемпионаты в будущем, так как они двигают нас к самосовершенствованию и создают активную конкуренцию в жизни и на конкурсе. Я уже попросила фидбак от участников, да, обратную связь. И то, что я имею на данный момент, да, все довольны. Довольны тем, что была музыка, что был диджей, который сдавал определенный вид на чемпионате. Это очень важно, когда мы начинаем пилить на время. Нам важна каждая секунда. Многие благодарили за ведущих, которые говорили о том, когда начинается, когда заканчивается, сколько времени там до конца какой-то определенной номинации. То есть такие какие-то вот моменты, они были учтены и участники за них благодарили. У тебя хочу сказать, что это было волнительно, это было тяжело, но спустя какое-то время ты понимаешь, что все получилось. И это действительно очень здорово, это очень прекрасный опыт. И я счастлива, я счастлива, что мы можем в нашу профессию популяризировать не просто как обычный парикмахер, а показать, что все-таки это искусство. Я благодарю президенту Эндоно Биланчо, который позволил нам быть здесь. Президенте Луич Биланчо, который, в общем, нам дали эту большую responsabilсть, чтобы быть здесь, чтобы участвовать в этот конкурс интернациональный. Что сказать, мы сделали все, мы сделали максимум. На самом деле я являюсь сертифицированным преподавателем nail artist, также компанией Victory по аппаратному маникюру. Сейчас, на данный момент, перед чемпионатом я не занималась преподаванием, для того чтобы не возникало каких-то толков и разговоров. Сейчас, да, вернусь, буду преподавать. Я бы очень хотела поблагодарить Танели Улины, он очень много помог. Мукава huомио, что у нас были очень высокотасосные работы. Киво видеть, что у нас есть международные соревнованиями. Это был очень хороший фииль. Мукава делать вместе. И всех девчонок, которые мы вместе. Алину, мою коллегу, конечно. Она очень много сделала. Своего мужа, который очень много помогал в переводах. Просто мотивировал и говорил, что да, нужно сделать. Не бойся, попробуйте, все будет хорошо. Ну, вокруг, на самом деле, очень много людей, которые я благодарна своих клиентов. И своего сына, Рауха. Все родственники, друзья, коллеги. Очень много нам помогали. Спасибо им огромное. При организации чемпионата было два человека, которые... Ну, вообще, к каждому, кто хоть как-то дотронулся, прикоснулся к этому, всем большое спасибо. Но два человека, это Хейти Морлей и Ает Каса Ахтиайнен. Во-первых, их компании помогли финансово чемпионату. То есть это были достаточно серьезные финансовые вливания, которые позволили нам сделать этот праздник. Ну и во-вторых личные участия. Девчонки готовили свои команды. И их участники победили. Было здорово и весело. Вот им двум огромное спасибо человеческой личной майо. Конечно, хочется поблагодарить Том Шевелину, который сделал режиссуру и постановку нашего шоу. Это очень очень высокий семя, кто-то в ноябре, что-то было очень сложно решить в этой меслине, как выиграли. И это действительно немного лесу. В результате оказалось очень тяжелее. Что уровень? Это уровень 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 уровня. Даже уровень уровень уровня уровень уровня 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 уровня. И в нашей работе, себе по-дравительному совету, Яком Киллинин. , который вообще был очень сложным. Я хочу поблагодарить всех сотрудников. Олин, новый бренд, который приходит к нам в Финляндию. Four Reasons, с которыми мы уже работаем много лет, и они не всегда нас поддерживают. Nikka Finland, это итальянский бренд. Также у нас появился очень интересный новый партнер, это Podium в Скандинавии, это парфюмы, эксклюзивные парфюмы. Они подключились к нам в последний момент. Ну и у нас был замечательный партнер Good Transfer, который обеспечил нам перевозки наших участников. Также хочется поблагодарить организаторов. Несу Кеску с выставки «I love me». Они очень быстро и четко реагировали на все наши вопросы и старались нам помочь. И, конечно же, нашему дочернему предприятию «Каллиста Продакшн». Хочу выразить огромную благодарность девочкам Алине и Светлане за организацию, за придание уверенности в себе, за энергию, которую они давали все то время, что я с ними знакома, и это был подарок свыше попасть к таким людям. С места события мы провели телевизионные прямые эфиры, что дало возможность людям быть в курсе события, кто не успел к нам прийти или участвовать. Они были рядом с нами и нас также поддерживали. Это оценили все гости и зрители, которые участвовали, так как их друзья, родственники могли наблюдать за ними сразу, вместо события. не выходил с нашим модельком на подиум, так что идем с ним сшифровать. Барзо вам дякую за релацию, нам надея, что до зобачения, а утром около 16.00 отбедеся показ перед наградзанием участников. Нам надея, что тоже будет релация, зобачите, как это все выглядит. Дякуем. Дякуем, поздравимы. Па-па. Я как организатор довольна тем, как прошел чемпионат. Он проходил первый раз. Конечно, может быть, всплыли какие-то мелкие недочеты, но в целом я считаю, что все пришло хорошо. Все участники довольны. Самое главное, все хорошо. Я считаю, что такие чемпионаты нужны для Фрелянии. Есть некоторые идеи, я о них сейчас не буду рассказывать. Вы увидите все позже, через год. Основной вопрос, добавятся или убавятся новые категории. Да, добавятся новые категории, интересные. И будем создавать, наверное, опрос в социальных сетях, чтобы участники хотели видеть, что мы вас слушаем, слышим и делаем это для вас. Двери нашей ассоциации CMC Финлянд открыты для всех. И вы можете прийти, попробовать свои силы, добро пожаловать Терви Тулуа. Мы вас ждем. Мы хотим дать вам больше и больше. Эта первая была большая опыт. Мы учим, что мы учим, хотя не было много, и не можно говорить о том, но мы учим, что мы учим, что мы учим, что мы учим. Я тоже занимаюсь активистами, я занимаюсь мастер-классом, и у меня есть большие этапы. Их так хорошо. Тут самые главные организаторы Hair Cup Финляндии, Алина и Света. Говорите, пожалуйста, как все сегодня прошло. Нам трудно оценить, но судя по тому, что у нас настроение хорошее, и хочется танцевать, радоваться, все счастливы. Я думаю, что все получилось. Света, какие у вас впечатления? Ну, сначала мы очень нервничали, но в итоге, мне кажется, что нам все удалось, все довольны. И спасибо большое всем за участие, помощь организации, за то, что приехали с разных стран участники. Конечно, тебе спасибо, ты классный ведущий. Ну и вообще всем фотографам. И спасибо огромное. Я хочу сказать, что в первую очередь это совместная работа, начиная от водителя, визажистов, дизайнеров, ведущих, даже кто приносил еду, чтобы была энергия. Хотя мы неделю, мне кажется, не ели. У нас такой стресс, что мы забываем, что надо было еще поесть. Фотографы отработали с утра до вечера, в видео. Ну, то есть хочется сказать им огромное спасибо. Я думаю, что все хотят сказать огромное спасибо вам, что вы это организовали. А сейчас идите и кушайте. Спасибо. И традиционно мы призываем вас поставить лайки, подписаться на наш канал Калисто Медиа и делать репосты.